Привет, я Дарья Поздняк, и сегодня мы с вами будем рисовать положение 3 четверти, вид сверху. Что важно знать, прежде чем приступить к рисованию? Что портрет вписывается, голова человека вписывается в кубик. В данном случае мы видим этот кубик сверху. Проще всего определить, как вписывается голова в кубик по линии бровей. Мы прикладываем к ней карандаш и смотрим, куда у нас брови наклонены. Если брови ровно, это положение будет, скорее всего, фасовое. Либо вы сидите на той же линии горизонта, что и человек, которого вы рисуете. И для начинающих это положение не самое выигрышное. Для начинающих лучше всего использовать положение вот такое, вид сверху, либо вид снизу, чтобы вот эта ось, ось бровей была наклонена. То есть, смотрите, у нас вот здесь будут брови. Это ось бровей, это ось носа, это ось губ, это ось подбородка. Соответственно, это очень важно понимать до начала рисования. Сейчас я попробую вам нарисовать сам портрет и наложить на него кубик, чтобы вам было более наглядно. Так, намечу, как всегда, лёгкой линией, намечу портрет. Портрет. Ось. Ось и в таком положении можно даже немножко утрировать для начинающих особенно. То есть, ось вот, нос, губы, подбородок. То есть, вот здесь проходит у нас, это передняя линия кубика, передняя грань его, вот эта вертикальная. Вот эта ось нам задаёт вот это. И теперь мы начнём рисовать, уже разобравшись, откуда у нас какой ракурс, что мы смотрим сверху, на что нам указывают брови, линия бровей. Теперь мы начнём рисовать, используя, тоже вспоминая, какие пропорции мы изучали с вами на прошлом уроке. Сейчас немножко шапку волос обозначу поярче. Так, у портрета также есть центральная линия, вертикальная центральная линия, ниточка, которая как бы надевается на... Вообще, голова человека – это яйцо. Более круглая часть, толстенькая, это затылок, остренькая часть – это подбородок. Это яйцо одевается на цилиндр, на шею. Вот это вот у нас цилиндр. Смотрите, и на это яйцо как бы наматывается ниточка. Вот так, вот так вот она наматывается. То есть, она не прямая, она именно ложится на форму этого яйца. И это и будет наша центральная линия, которая проходит между бровями, в основании носа, губы, подбородок. То есть, она вот так вот ложится. Вот эти все оси, их можно рисовать прямо, можно рисовать также ниточками, вот так наслаивать. Это как вам удобно. Когда будет уже сложный портрет, и вы будете уже немножечко посложнее разбираться, вам будет лучше, конечно, ниточками. Сейчас, в принципе, можно и простой вариант рисовать, чтобы вот эти вот оси, на них прям акценты делать. И также не забывайте, что когда мы рисуем вот этот кубик, вот эти вот линии, линия бровей или роста волос и линия подбородка, то есть, крайние линии этого кубика, они должны когда-то там вдалеке сходиться в одной точке, вот тут вот примерно. А если мы их нарисуем параллельными, нет, лучше другой пример, если мы их нарисуем расходящимися, это уже будет обратная перспектива, это будет грубая ошибка. То есть, сейчас, вот так попробую создать кубик, вот. То есть, если мы их рисуем расширяющимися, это будет обратная перспектива, такого быть не может. Они должны стремиться когда-то вот так сойтись в одной точке, в какой-то момент. И в эту сторону, соответственно, так же. Они должны стремиться сойтись в одной точке, в какой-то момент. Не забывайте про этот момент важный. Поэтому ось бровей и ось подбородка у нас должны быть направлены, как бы, всё-таки стремиться к одной точке. Итак, ладно, погнали. Средняя линия. Я нарисую среднюю линию. Посажу бровь. Бровь вторую. И начну делать лёгкий набросок. Сажать глаза. Глаза тоже должны быть в этой системе линий, как и всё остальное. Сейчас я легонько набросаю, потом мы с вами линиями проверим, всё ли у нас правильно. Если что-то неправильно, будем исправлять. Вот так, подлиннее немножко. Коротководь нос получился. Нам нужно довольно утрированный вариант нарисовать. Главное, чтобы вы разобрались с этим ракурсом, что происходит с осями, когда мы смотрим снизу, сверху. Вот здесь нужно очень внимательно следить за этой стороной лица, которая уходит от нас в перспективе. И у неё очень интересный силуэт. Под губами площадка и подбородок. Ага. Значит, смотрите. Вот эти вот оси по глазам, по кончику носа, по губам и по подбородку. Это всё идёт вот так, вот туда, когда-то там в одной точке должно сойтись. Сойтись в одной точке. Мелковато я начала рисовать, и мне тут немножко тяжело толстым маркером не получается делать так, как хочется. Такую сильную проработку. Так, ухо. Тоже волосы. Сейчас закрасим волосы, чтобы лучше было внимание к лицу. Так, вот смотрите наш набросок. Сейчас мы тоже тоном разберём, как в прошлом уроке. Тоже разберём. Возьмём классическое освещение. Тут на фотографии оно не очень выражено, но представим, что у нас свет вот отсюда, слева сверху. Мы точно так же, как в прошлых уроках, вот тут височную часть загоняем в тень. А, вот эту часть загоняем в тень. В принципе, тоже будет в тени, но, по крайней мере, больше его часть. Вот эту часть шеи также загоняем в тень. Вот здесь немножко на шеи, но это как бы не обязательно. Хорошо. Площадку под губами мы загоняем в тень. А подбровные места мы загоняем в тень. И всегда будут в тени. Так, в принципе, по большим массам мы посадили. Теперь более тёмным маркером я ещё разочек пробегусь. И поправлю заодно, если у меня что-то здесь пошло не так. Я усилила брови, я немножко усилила. Сейчас я попробую прорисовать вам более внимательно. Здесь идёт толщинка, она светленькая. Потом идёт. Так. Брови сделала более толстые, выделили ещё раз. Помните, про нос мы говорили, что вот эта площадка верхняя, и также есть боковая площадка, которая идёт вот сюда вот. Не забывайте про неё. И главное, не забывайте, что ваша задача сделать не красивый портрет, а ваша задача разобраться с конструкцией. И лучше даже более геометризировать. Пусть модель будет там не очень привлекательной у вас получится. Сейчас это не важно. Я специально так рисую, чтобы вы не гнались за красотой, чтобы вы не пытались повторить это. Сейчас важно разобраться, как у нас ломается конструкция, как у нас вот эти вот плоскости, как они играют. Где меняется одна плоскость на другую плоскость? Как это происходит? Где вот, например, вертикально переходит в горизонтально? Сейчас именно это самый важный момент. Научиться рисовать красиво, выводить похожие, красивые, тонкие глазки, губки и так далее, деликатные, это дело десятое. Сейчас главное научиться понимать конструкцию, ракурсы, как оси, куда идут оси. Так, ну всё. Могу вот здесь ещё немножечко усилить. Не забывайте, что мы сейчас рисуем очень конструктивные. В рисунке сейчас важна не красота, а понимание конструкции. Как это всё пойдёт, как форма ложится, как форма преломляется. В следующем уроке мы разберём, как нарисовать портрет три четверти вид снизу. Спасибо, что были со мной. С вами была Дарья Позняк. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова